Ребята, всем привет! К сожалению, мы не можем сейчас с вами встретиться в библиотеке, поэтому я начинаю проводить видео-обзоры художественной литературы, среди которых будут и книжные новинки. И первая книга, о которой бы я хотела вам рассказать, это книга Дмитрия Ищенко. Называется она «В поисках мальчишеского бога». Автор посвятил эту книгу своим трём сыновьям, а сама книга была удостоена премии Крапивина. Дмитрий Ищенко, наш с вами земляк, родился в городе Апатиты, сейчас живёт в Мурманске, по образованию журналист, снимал различные документальные фильмы. Это история о мальчике Ване, который мечтает круто отдохнуть, позагорать, покупаться летом. Мечтает о том, как он приедет с отдыха и будет хвастаться перед друзьями, как он круто отдохнул. Но его мечтам не суждено сбыться. Папа берёт его по работе с собой на север. И отправляются они, конечно, к морю, но только к Баренцевому морю. Они приезжают с папой на полуостров Рыбачий в маленький посёлок. Как Ваня сам говорит, где нет не только интернета, нет даже асфальта. И так мне придётся жить целых три месяца. Поначалу север для Вани кажется очень скучным, унылым, недружелюбным. Но с каждым днём он начинает смотреть на него под каким-то другим ракурсом, под другим углом. И он понимает, что не так уж и плохо-то жить без интернета. У него укрепляются взаимоотношения с его папой. Они находят общий язык. Он остаётся наедине с природой, исследует каждые уголки этого интересного посёлка, как ему он уже потом начинает казаться. Ведь вокруг столько всего интересного, и каждый прожитый день для него является каким-то открытием. он начинает понимать, где он поступал правильно, где неправильно, что такое хорошо, что такое плохо. Мне кажется, умнее всего маленькая цитата, которая объясняет вообще суть этих поисков, почему же так книга называется. А вообще люди ищут самих себя и своё счастье всегда и везде. Вот, наверное, именно о таких поисках и идёт речь.